Доставляем пациенту удовольствие, и очень часто именно это является позитивным моментом. Помним о том, что это место, где существует огромное количество проблем, и лечить и доставлять удовольствие – это два разных формата. Для того, чтобы работать с этой зоной осознанно и качественно, требуется высокий уровень профессионализма. Слушайте, я так кайфанула, что вообще не кайфовала так давно. Здравствуйте, друзья и коллеги, я Станислав Черноног, автор и создатель школы векторного массажа и соматити. И у нас сегодня видео, которое долгое время мы планировали. Провели кучу времени в спорах со съемочной командой, и в итоге все-таки снимаем массаж шейно-воротниковой зоны. Почему это видео непростое? Потому что сам регион шейно-воротниковой зоны безумно сложный. В очень маленьком объеме реализованы и мышцы, и нервы, и связки, и сухожилия, и артерии, и лимфатические узлы, и железы внутренней секреции. И с этим надо работать с большой аккуратностью. Для того, чтобы работать с этой зоной осознанно и качественно, требуется высокий уровень профессионализма. Цель конкретно этого видео – доставить удовольствие пациенту, с которым вы работаете. Близкий человек или к вам пришел на работу человек, которому нужно расслабиться, или он хочет получить удовольствие от работы с плечами и шеей. Цель не лечебная, цель – максимальное получение удовольствия. Первое, с чего мы должны начать, – это расположить пациента удобным образом. Пациент должен находиться в положении, когда он не будет заваливаться вперед. Мы специально поставили стул и кушетку для того, чтобы была отчетливая опора на локте. Очень важно, чтобы пациент не продебался вперед. Мы будем давить шейно-воротниковая зона заканчивается в классике по нижнему прикреплению трапеции. Это 12-й грудной позвонок. Мы тоже сюда будем давить. Соответственно, если пациент, когда мы надавливаем на средний грудной отдел, начинает заваливаться или продебаться, это нехорошо для вашей работы. Очень важно, чтобы в каких-то случаях пациент мог повернуть голову в одну сторону, в другую сторону, либо зафиксировать голову с опорой на лоб. Если эти условия не реализованы, вы рискуете, что пациенту будет неудобно, у него что-то защемится, и будут обострения. Итак, начинаем классический шивозе для удовольствия. Мы будем делать на масле. Существуют и другие варианты. Начинаем прежде всего с разогревания. Наносим небольшое количество масла. Лучше вы используете меньше масла, чем больше, потому что, когда масла слишком много, вы не имеете контакта с телом пациента. Наносим небольшое количество масла. Если его слишком мало, добавляем еще. Если много, убираем масло при помощи полотенца. Вот у нас главное направление движения от дельтовидной мышцы к трапеции и к позвоночнику, от дельтовидной мышцы к трапеции позвоночнику и обратно. У нас нагрузка формируется следующим образом. Мы поднимаем и разводим рути. И вот здесь вот существует силовая линия, которая реализует эту нагрузку. И нам надо, важно показать организму о существовании этой силовой линии. И мы, соответственно, двигаемся по волокнам. Движение поглаживания – непростое движение. Ваша рука должна максимально залипнуть на кожу пациента. И вы должны двигаться медленно, без рывков, максимально плотно, прилипнув в кожу пациента. У нас есть большое движение от середины плеча, которое расходится вверх и вниз. Мы можем делать движение вверх. И мы можем делать движение вниз. И то, и другое будет очень полезно. Наибольший уровень напряжения формируется в трапециевидных мышцах. Почему он формируется – это большой и сложный вопрос. Но, тем не менее, пациентам, нашим близким, нравится, когда мы с этим напряжением работаем. Ваша задача – не хвататься за трапецию, потому что это болезненно, потому что это вызывает напряжение в теле пациента. Ваша задача – попытаться ее ухватить. Причем это сделать таким образом, чтобы у вас регулярно это не получалось. Таким образом, вы избегнете болезненных ощущений у пациента, и это будет приятно и наиболее безопасно, если у вас недостаточно квалификации. Очень часто люди сразу начинают погружаться в трапециевидную мышцу, плотно ее продавливать, и есть ощущение того, что от этого становится легче. Нет, это не так. Доставляем пациенту удовольствие, и очень часто именно это является позитивным моментом. Именно это и лечит. Заходим с обеих сторон. Вы можете вначале работать посредством указательного и большого пальца. Как вы видите, движение пройдет от локтя и от плеча. И в каких-то случаях вы можете работать основанием ладони. И когда вы включаете в работу большее количество пальцев, вы должны максимально замедлиться, потому что мощность вашего прикосновения увеличивается. И если вы будете работать резко, это может быть неприятно, болезненно и неполезно для пациента. Довольно сложно сделать слишком медленно. Если вы можете замедлиться, вам следует замедлиться в большом обхватывающем движении. Вам важно найти состояние некоторой медитативности. Вы должны покачиваться корпусом относительно пациента. В тот момент, когда я давлю вперед, мне неудобно, и я, сберегая свою поясницу, начинаю двигаться вместе с движением, которое совершает моя правая рука. Дальняя рука. Следующее интересное движение, это движение, когда мы двигаемся от позвоночника к лопатке. Лопатка вот здесь вот расположена. Мы двигаемся от позвоночника к лопатке, к внутреннему краю лопатки. Это движение, которое нацелено на расслабление и вытяжение ромбовидных мышц. Именно они очень часто формируют тянущие, болезненные ощущения по верху спины. Очень часто ромбовидные мышцы совершенно не осознаются нами и нашими пациентами как проблемный регион. И очень важно сообщить мозгу о том, что вот здесь вот есть некий уровень болезненности, некий уровень напряжения. И двигаясь исключительно по волокнам, мы в состоянии расслабить эту мышцу. Если мы погружаемся в терапию, вы должны отчетливо понимать, что ромбовидные мышцы не живут сами по себе. Очень часто проблемы по ромбовидным мышцам следуют из спиральных линий или из проблем по рукам. Если вы хотите разобраться, почему и как вылечить пациента наиболее эффективно, рекомендую вам переходить по ссылочке. Там мы рассказываем все подробно. Итак, ромбовидные мышцы потаенное место боли. Люди очень редко осознают, что болит именно там и получают огромное удовольствие, когда вы прикасаетесь к этому месту. Отдельно стоит обратить внимание на длинные экстензоры. Опять же, проявляйте деликатность, потому что очень часто в тот момент, когда вы начинаете работать с этой областью, вы обнаруживаете места болезненности, вы обнаруживаете уплотнение, неоднородность, и хочется прямо так туда зайти, как следует подавить. Это то, чего мы избегаем в нашей работе. Мы стремимся добавить пациенту удовольствия. Кроме того, в тот момент, когда вы погружаетесь в продавливание и лечение, вы рискуете сделать что-то не то. Будьте аккуратны. Очевидно, что я снимаю на камеру, в реальности я работаю по-другому. Я периодически работаю кулаком, я периодически работаю основанием ладони, я захожу с другой стороны, чтобы мне было удобнее, я могу зайти двумя руками. Существует огромное количество вариантов. Если вы впервые работаете с ШВЗ по этому видео, то не стесняйтесь спрашивать ваших подопечных, насколько им приятно, насколько им комфортно. Иногда человеку достаточно пересесть совсем чуть-чуть, и это приведет к тому, что удовольствие, а значит и польза от практики будет гораздо больше. Вот у нас было движение по растяжению длинных экстензоров. Помним о том, что это место, где существует огромное количество проблем, и лечить, и доставлять удовольствие, это два разных формата. Тем не менее, растягиваем и немножечко основанием ладони смещаем к середине. Обращаю ваше внимание на то, что я делаю это очень деликатно. Есть соблазн прямо так, как следует надавить, и это неправильное движение. Очень медленно, очень деликатно. Плотно, но медленно. Конечно же, можно поработать большими пальчиками. Для следующего движения мы попросим нашу модель переместиться в вертикальное положение. Вот. У вас, когда мы работаем профессионально, мы стараемся держать некоторую дистанцию, но вы работаете с близким человеком, поэтому можете позволить себе более тесный контакт. Движение, когда вы основанием ладони скользите по надплечью. Самое большое удовольствие возникает в тот момент, когда вы делаете это очень медленно. Может показаться, что большей работы будет сделано в тот момент, когда вы ускоритесь, но это не так. Предельно замедляемся. Интересным фактом будет то, что в тот момент, когда вы поворачиваете голову от плеча, с которым вы работаете, трапеция укорачивается, и это позволяет ей расслабиться сильнее. Интересным моментом будет также движение, когда вы фиксируете тяж, который вполне возможно обнаружится в плече, надплечи вашего подопечного, и поделаете несколько раз движение, поворот в одну и в другую сторону. Ваша задача избегать резких движений, ваша задача обнаружить, как изменяется состояние натяжения в тот момент, когда вы работаете с пациентом, и еще более внимательно и глубоко погрузиться в эту точку. Очень важным моментом является состояние мышцы, поднимающей лопатку. Очень часто люди вообще не знают о ее существовании. Она выполняет кардинально другое движение, она наоборот приводит голову к плечу, наклоняет голову, поворачивает голову в своем направлении. Место в верхушке лопатки является местом прикрепления мышцы, поднимающей лопатку, и очень часто эта боль не осознается как какое-то конкретное место, и воспринимается как боль, которая разлита по всей шее. Общая методология того, что мы с вами сейчас делаем, заключается в том, чтобы найти основные структуры, которые управляют шеей и верхним отделом позвоночника, потрогать каждую из этих структур и погладить ее, отделить ее от окружающих и понять, какого рода движения она выполняет. Безусловно, если вы разбираетесь в анатомии, то качество вашей работы и результат будет гораздо лучше. Следующая структура, с которой обязательно надо поработать, это грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Как следует из ее названия, она идет от ключицы, грудины и к сосцевидному отростку височной кости. Вы фиксируете голову вокруг себя, на своем животе, за висок, следите за тем, чтобы пациенту, вашему подопечному, было удобно по прикосновению к лицу и делаете проглаживающее движение вдоль волокон грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Важно помнить о том, что где-то здесь под грудинно-ключично-сосцевидной мышцей проходит сонная артерия. Также здесь огромное количество лимфатических узлов, а где-то чуть впереди есть щитовидная железа и трахея. Поэтому если вы сомневаетесь в своих компетентностях, то сюда стоит не заходить. Хотя это очень приятное движение. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца очень устает, она плохо осознается нашим организмом, и в тот момент, когда мы уделяем ей внимание, это очень приятно. Продолжением этого движения будет движение, когда вы идете от где-то пространства под ушком, идете в пространство над ключицы. это пространство лестничных мышц. Огромная важнейшая тема патологии лестничных мышц. Опять же, если не понимаете, что вы делаете, если у вас не получается быть достаточно деликатно, если пациенту неприятно то, что вы делаете, лучше сюда не ходить. Следующим моментом мы просим клиента, нашего пациента, нашего подопечного переместиться в положение зафиксированной шеи, зафиксированной головой и хватаем человека за загривок аккуратненько и начинаем приподнимать кожу, приподнимать длинные мышцы, которые идут от головы к спине, трапециевидную мышцу, раздебатели, начинаем приподнимать и отделять их от позвоночника. Делаем это в высшей степени деликатно, без резких движений. Массовым явлением для пациентов является нестабильность шейного отдела позвоночника и если вы будете чрезмерно настойчивы, то вы рискуете сдвинуть что-нибудь в шее, поэтому если есть возможность работать мягче и медленнее, работаем мягче и медленнее. Интересным моментом также будет положение, когда вы идете вдоль остистых отростков и приходите на затылочные бугры, где располагаются короткие экстензоры, места прикрепления длиннейшей мышцы головы, места прикрепления полуостистых мышц головы, все вот эти многообразные структуры, которые здесь крепятся, с ними также можно поработать продвигаясь по пространству вдоль остистых отростков. Обращайте внимание на то, что слева и справа тонус этих структур разный, вот в данном случае я вижу, что с правой стороны у меня немножко смещен шейный позвонок, это можно увидеть в том, что голова несколько выведена влево, вот, но мы туда не заходим, просто ставим себе пометку, потому что это требует отдельной большой работы. Следующим кусочком, который мы можем делать, это работа по коже шейно-воротниковой зоны. Мы можем захватывать не мышцы, а кожу, и у некоторых людей это бывает болезненно, вот, будем стремиться делать это движение максимально деликатно, безболезненно. Помним, что наша цель доставить удовольствие, а не помучить пациента. Идем перпендикулярно волокнам трапециевидной мышцы, вот, также поработать таким же образом с дельтовидными мышцами, в каких-то случаях обхватывая дельтовидную мышцу и выминая ее, в каких-то случаях захватывая только поверхные слои тканей, кожу, подкожную жировую клетчатку. Это тоже временами бывает очень интересно. И завершающим движением, которое я вам порекомендую, я рекомендую попрочесывать кончиками ногтей вот таким вот образом, совсем деликатно. В некоторых случаях это будет вызывать мурашки по телу пациента. Это приятное и странное ощущение. перемежаем это движение поглаживанием, то почесывая, то поглаживая. И в конце кладем руки, некоторое время вслушиваемся в те процессы, которые происходят в теле пациента, в теле нашего близкого человека и в какой-то момент мягко и плавно заканчиваем процедуру. Слушайте, я так кайфанула, что вообще не кайфовала так давно. Обратила внимание на то, что очень круто, когда медленно все делаешь, очень внимательно, тонко, это прям чувствуется, это от этого очень кайфуешь. Сильные движения какие-то жесткие, это не очень. Было больно? Чуть-чуть было больно. Больно-приятно или больно-больно? И больно-приятно, и больно-больно. Мне понравились длинные экстензоры вдоль позвоночника, это очень кайфно. Советую всем так делать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, насколько вам понравился результат с вашими близкими, как им понравилось, насколько удобно вам было это делать. Обязательно подписывайтесь на наш канал, канал Школы Векторного Массажа и Саматити, канал, где мы учимся делать массаж и зарабатывать на этом деньги, или капитал в виде удовольствия наших близких. А с вами, как всегда, был Станислав Чернанок. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.